Сегодня в самый зеленый праздник в году, продолжается небесный праздник Святой Троицы, плюс еще чисто земной день пограничника, в стольном и первопрестольном городе Героя Москва президент России Владимир Путин своим указом назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Кроме того, сегодня же глава Серова Елена Бердникова ушла в добровольную отставку, что тоже стало неожиданностью. Но сегодня все-таки главная сенсация это назначение Сергея Носова в Рио губернатора Магаданской области. В том же указе сказано, что Владимир Путин принял отставку прежнего магаданского губернатора Владимира Печенова, в которую тот ушел по собственному желанию. Известно, что перед подписанием исторического для Нижнего Тагила, для Путинграда президентского указа, Владимир Путин встретился в Кремле с Сергеем Носовым, поговорил с ним тет-а-тет и в ходе этой беседы сообщил о решении отправить тагильского мэра на Колыму. В этот момент могла зазвучать песня «Еду в Магадан», а после нее фишка из фильма «Бриллиантного рука» «Ну, будете у нас на Колыме» и далее по тексту. Указ президента вступил в силу с сегодняшнего дня, то есть судьба Сергея Носова официально определилась. И все-таки Магадан. Да уж, куда только Сергея Константиновича в крайнее время не сватали средства массовой информации. То губернатором Кемеровской области, Сергей Носов в свое время там работал, то губернатором Челябинской области, сам Носов из Магнитогорска, там он состоялся, там его папка «Легендарный металлург». Но все-таки Магадан. И это железное решение, а не слух. Вместо Сергея Носова на хозяйстве в Путинграде остается его первый зам Владислав Пинаев. Но это ненадолго. До 9 сентября, когда в Нижнем Тагиле случатся выборы мэра. В отличие от Екатеринбурга, там выборы мэра всенародные и тайные. И похоже, что сегодня перед Нижним Тагилом вырисовалась проблема. Кто возглавит город вместо Носова? Сергей Константинович был чрезвычайно любимым и популярным мэром. Он дважды баллотировался на эту должность и оба раза просто разрывал в клочья в первом туре своих соперников. В 2012 году он набрал 92% голосов, в прошлом году 91%. Такой народной любви не имел у нас в горах ни один градоначальник. И он реально возвысил город. И воздух в Тагиле стал при Носове чище. Значительно. И Владимир Путин полюбил Нижний Тагил, что для любого города огромнейшая честь. И вообще Тагил, как известно, рулит до сих пор. И вот Носов покидает Тагил. В сентябре появится новый мэр. И жители такого стратегически важного города просто не имеют права ошибиться. До Носова были у Тагила проблемы с выбором. Сергей Константинович их решил. И вот снова всплыла тема непростого выбора для тагильчан. Но это уже не головная боль Сергея Носова. В сентябре ему самому предстоит доказать магаданцам, что он достоин быть их региональным лидером и выбраться губернатором. Пока же он в статусе в Рио. Вот думается, если Носова назначил Путин, а Путина любит три четверти населения России, значит у Сергея Носова проблем на магаданских выборах возникнуть не должно. Ну и думается, что теперь солнечный Магадан и речка Колыма станут нам, уральским горцам, чуть ближе и роднее.